В эфире итоговый выпуск программы BookInform. Я Павел Белявский и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного нового произошло в городе Бресте, а также в программе встречи с интересными людьми. Реальные планы на будущее руководителей и одна из самых важных тем, как скоро в наших квартирах потеплеет. Смотрите сейчас. Будет ли тепло в домах Брещан? Когда будет? И насколько готовы коммунальные службы к его бесперебойной подаче? Специальный репортаж Анастасии Стропко на самую актуальную сегодня тему. Актуальное интервью. Председатель комитета экономики Брестского убыл из полкова Михаил Баценко об инновационных проектах, бизнес-идеях и научно-технологическом парке рассказывают открыто и откровенно. Яркие люди яркой профессии. София Бережная о Брещанах, которые своим трудом способствуют духовному здоровью человека, делают жизнь людей насыщеннее и красочнее. Беларусь празднует День работников культуры. Руководитель образцового ансамбля эстрадного танца «Престиж» Брестского областного центра молодежного творчества Анна Левчук накануне Дня работников культуры удостоена благодарности премьер-министра республики Беларусь Андрея Кобякова. Виктория Саченко уверена, только железный характер таких хрупких женщин помогает покорять творческие олимпы. Бои по правилам. Брестские руководители вышли на крутые старты городской спартакиады «Вертикаль». Анастасия Ноздрин-Плотницкая убедилась, победа достается лучшему и сильнейшему. Прямо сейчас об этом и не только. Октябрь пришел и взял в буквальном смысле слов с места в карьер. Это я о погоде. После жаркого сентября привыкать к холодам всем нам не очень хочется, а учитывая тот факт, что и в квартирах неуютно и сыро, тепла от батареи ждешь как манны небесной. Итак, одна из самых актуальных тем настоящего времени – подача тепла в жилые дома, социальные объекты и иные учреждения города, области и страны. Осень вступила в свои права. Термометры медленно, но верно опускаются к нулевой отметке. А это значит, что совсем скоро батареи должны приобрести свою обычную для осенне-зимней пары температуру. Наша съемочная группа побывала на нескольких объектах областного центра Брещины, которые являются звеньями большой тепловой сети и убедилась в том, что город над Бугом готов к наступлению холодов. Подробности в первом материале выпуска. В Котельной 8-й Брестской школы для того, чтобы пустить тепло, требуется совсем немного времени. Да и потом объект работает самостоятельно, в автоматическом режиме. Батареи в учреждении образования начали греться 7 октября, равно как и в остальных учреждениях социальной направленности областного центра – детских садах, больницах и поликлиниках. После этого специалисты примутся за работу в жилом фонде. На сегодняшний день полностью весь город готов к отопительному сезону. Все 47 теплоисточников, которые будут обеспечивать тепло в наш город, прошли соответствующие технические регламенты, техническое обслуживание. Все паспорта готовности как на сами котельные, так и на жилой фонд подписаны и могут принимать тепло. Поэтому проблем с пуском тепла у нас возникнуть просто не может. Отдельные нюансы, которые могут быть, будут быстро устраняться, потому что у нас к этому готовы все аварийные бригады, диспетчерские службы. Все держится на постоянном контроле. К слову, непосредственно процесс подключения хоть и является этапом важным и напряженным, но в общей системе подготовки к зимним холодам – это лишь часть работы. Городские тепловые артерии к следующему отопительному сезону начинают готовить точно в тот момент, когда заканчивается сезон предыдущий. Каждый объект, находящийся в цепи подачи тепла, проходит тщательную проверку и при необходимости ремонт, как минимум косметический, но нередко и капитальный. За этот период мы подготовили все дома, произвели ремонт теплоизоляции, проверку теплощадчиков, замену манометров, термометров, провели испытания систем отопления, где-то наружных систем, произвели замену вышедших из строя запорной арматуры, труб, где-то отопление, ну и многое другое. Что касается и ремонта кровель, ремонта стыков стеновых панелей, то, что было запланировано у нас на год, мы все сделали. И еще несколько слов об объектах, благодаря которым осенью и зимой в домах Брещана, а также на предприятиях и в организациях областного центра тепло. Наша съемочная группа побывала в котельной, расположенной в микрорайоне Дубровка. Она работает на местных видах топлива, в основном это древесная щепа. Так получается и экономичнее, и экологичнее. Кстати, скоро сюда будут привозить щепу из открытого не так давно специального комплекса по переработке древесных отходов в биотопливо. Котельная на местных видах топлива, построенная в 2009 году, в первую очередь установлены два котла Белозерского энергомеханического завода, мощностью по 2 мегаватта, два котла 1,72 гигакалории. В 2010 году построена вторая очередь, установлен котел совместно французско-белорусское предприятие Комконт, мощностью 3,5 мегаватта. Соответственно, 3,01 гигакалории в час производительность ее. Значит, котельная обогревает микрорайон Дубровку, 108 домов жилых, два детских сада, одну пятую гимназию, поликлинику номер один филиал и несколько магазинов. Стоит отметить, процесс технического усовершенствования тепловых источников и артерий областного центра Брещен имеет свойство постоянства. К примеру, в настоящее время ведется активная работа по строительству и оборудованию новой котельной. В основном она рассчитана на обогрев 33-й школы, однако тепло отсюда будет поступать и в несколько соседних зданий. Введение ее в строй запланировано на конец октября, а пока здесь будет работать модульная аварийная котельная на дизельном топливе. К слову, таких в области всего две. Эта передвижная котельная находится на балансе котельного хозяйства и предусмотрена она на случай возникновения каких-то аварийных ситуаций. В частности, по прошлому году использовали данную котельную, когда котельная завода бытовой химии не смогла обеспечивать жилые дома в данном районе, было использовано эта котельная. Также и сейчас, на период до окончания ввода в эксплуатацию этой котельной, передвижная котельная будет обеспечивать теплом как жилые дома, так и школу и весь район, который запитан от этой котельной. Конечно, ответственность за создание комфортного температурного режима в домах и на предприятиях областного центра Брещена лежит на плечах специалистов. Они делают все возможное, чтобы отопительный сезон начался без эксцессов и также спокойно в штатном режиме продолжался. Однако и сами горожане могут и должны подойти к вопросу ответственно. Важно позаботиться, к примеру, об утеплении окон и дверей. И еще подключить тепло во всех домах одновременно, буквально в один день и час, нереально. Большой разбежки тоже не будет. Как правило, весь процесс занимает около пяти дней. Стоит отнестись к этому моменту с пониманием и не паниковать, если в соседнем доме уже тепло, а у вас пока нет. Представители жилищно-коммунального хозяйства уверяют, город без тепла точно не останется. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. У вас есть бизнес-идея, экономически выгодная и нужная для города, области или страны. Такого в жизнь никто еще не притворял. Тогда конкурс инновационных проектов, объявленный Брестским обл. полкомом, хороший шанс воплотить ее в реальность. В современном мире выигрывает тот, кто может предложить продукт не просто качественный или доступный, а инновационный, то есть такой, аналогов которому еще нет. Поддержка таких идей и людей, которые их развивают, в нашей стране имеет государственный уровень. И это не случайно, ведь это инвестиция в будущее страны. О том, кто и как может стать участником конкурса, нашему корреспонденту Анастасии Стропко рассказал председатель комитета экономики Брестского обл. полкома Михаил Баценко. Поиск и поддержка инноваций – важная составляющая социально-экономического развития региона за новыми технологиями и продукцией и будущее. Конкурс, объявленный комитетом экономики, возможность найти свежие идеи и помочь их реализовать. Средства из специального фонда могут быть выделены как на отдельные научные разработки, так и на готовые целые проекты. Правда, подчеркивает председатель комитета экономики Михаил Баценко, последние должны соответствовать трем критериям. В первую очередь, это у нас экспортоориентированность инновационного проекта, то есть объем экспорта должен превышать объем импорта. Второе критерий – это добавленная стоимость по производимой продукции в инновационном проекте должна быть не менее, чем на аналогичных производствах в странах Европейского Союза. И третье – это должна быть инновационность, то есть это что-либо новое для Республики Беларусь, либо в целом новое для всего мира. К слову, из того же инновационного фонда выделяются средства и на развитие инфраструктуры Брестского научно-технологического парка. В настоящее время эта структура только набирает рабочие обороты и популярность, но можно не сомневаться, что со временем центр будет только прирастать новыми резидентами. Сегодня полным ходом ведется реконструкция здания на Пионерской. Это уже вторая очередь работ. Впереди третий этап. Однако окончание модернизации всех помещений технопарка решено было не ждать. К примеру, в готовой офисной части здания резиденты уже работают. Мы пока на данный момент ведем его реконструкцию. Сейчас идет вторая очередь реконструкции, то есть это закупается вентиляционное оборудование, устанавливаются кондиционеры, то есть для того, чтобы можно было улучшить опять же условия. И ждем третьей очереди. То есть это у нас будет работа непосредственно с производственными помещениями. То есть это отделка цехов. По этому году у нас еще планируется закончить с фасадом самого технопарка. Но мы ограничительно его еще не закончили, но он уже работает. Это инновационная инфраструктура, которая есть у нас в Брестской области. Заявки на конкурс инновационных проектов Комитет экономики будет принимать еще неделю. Затем все они пройдут тщательный анализ и получат оценку брестских экспертов, а также специалистов Государственного комитета по науке и технологиям. И если на всех этапах бизнес-идея получит зеленый свет, то ее разработчики получат финансирование. Имена победителей конкурса станут известны весной 2017 года. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Актуальное интервью с председателем Комитета экономики Брестского обл. полкома будет продолжено в следующих выпусках Букинформ. Михаил Баценко расскажет о развитии белорусско-китайского сотрудничества, новых рынках сбыта продукции с маркировкой «Сделано в Брестской области», а также результатах национального конкурса «Предприниматель года». Следите за выпусками новостей. Субботняя программа «Букинформ» посвящена главным событиям недели. Я, Павел Белявский, продолжаю выпуск. Все профессии нужны, все профессии важны. Говоря о работниках культуры, оспорить необходимость этой профессии сложно. Именно они своим трудом способствуют духовному здоровью человека, делают жизнь людей ярче и насыщенней. Без представителей этой профессии не обходится ни одно праздничное мероприятие города. Их знают в лицо, их уважают за преданность любимому делу. Работники культуры города Бреста собрались в Центральной детской библиотеке имени Пушкина накануне своего профессионального праздника. Слова благодарности в их адрес звучали от представителей местной вертикали власти. Об этом подробнее в материале Софии Бережной. Этих людей хорошо знают брещане. Именно они стоят за яркими мероприятиями и событиями в культурной жизни Бреста. Благодаря им жители областного центра имеют возможность культурно просвещаться, расширять кругозор, наслаждаться прекрасным, будь то музыка или театральное искусство. Руководители коллективов города, хранители фондов исторического наследия, организаторы и режиссеры массовых мероприятий города. Одним словом, все те, кто принимают участие в общественной жизни Бреста. Эти люди собрались в одном зале, чтобы вспомнить о ярких событиях года. А их было немало. Ни одна сфера жизнедеятельности нашего общества не обходится без культур. Будь то какие-то мероприятия на городском, областном или республиканском уровне, но всегда в них задействованы представители культуры. В жизни Брестского областного краеведческого музея с начала года произошло немало знаковых культурных событий. Открытие новых экспозиций, среди которых уникальные на фоне республики. Ряд выставочных проектов, в том числе совместно с Национальным художественным музеем. Музейные недели, полюбившиеся жителям областного центра, модные четверги. И это далеко не все. А ведь за всем этим стоят люди, в жизни которых культура занимает важное место. Для любого человека приятно, когда его труд как-то оценивается. А тем более приятно, если с положительной точки зрения. Поэтому, конечно, у нас в планах новые проекты, в том числе социально значимые проекты совместно с нашими музыкантами города Бреста. Будем делать совместный музейно-музыкальный проект для детских домов, для интернатов, для специализированных школ и общаться с детьми. Библиотека для Брещан давно перестала быть просто хранилищем книг. Туда с радостью ходят горожане, потому что знают, их ожидает немало интересного и полезного. Библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина сегодня креативная площадка, на которой происходят всевозможные эксперименты. Читающий бульвар, интернет-классы, литературные вечера, клуб Добрыня для людей с ограниченными возможностями. Тематические встречи и многое другое. Организация всех проектов и мероприятий, заслуга работников культуры. Культура это очень такое большое понятие. Это и памятники, это и архитектура, это и живопись, это и учреждения культуры. Но в то же время культура это большая часть человеческих отношений, это нравственность, воспитанность, образованность. А в целом культура это жизнь. Жить без культуры нельзя, это то, что делает нас людьми. За труд и преданность любимой профессии работникам культуры были вручены заслуженные награды. В адрес этих людей прозвучало немало теплых слов и поздравлений от представителей местной вертикали власти. Люди живут не только материальным, но и духовным. И без этого просто невозможно. Ни сейчас, ни раньше, и, наверное, будет невозможно и в будущем. Представители этой профессии вносят неоценимый вклад в развитие культуры города. Их труд не всегда прост, однако ими руководит огромная любовь к своему делу. Накануне праздника Дня работника культуры хочется пожелать им новых творческих идей, неиссякаемой энергии и вдохновения. София Бережная, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. День работника культуры празднует и героиня нашего следующего материала выпуска. Художественный руководитель образцового ансамбля эстрадного танца «Престиж» Брестского областного центра молодежного творчества Анна Левчук совсем недавно была удостоена благодарности премьер-министра Республики Беларусь Андрея Кобякова за плодотворный творческий труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. Творческий коллектив Анны Левчук – образцовый ансамбль эстрадного танца «Престиж» неоднократно участвовал не только в различных городских, областных, республиканских мероприятиях, но и постигал вершины международных фестивалей и конкурсов. Накануне праздника Дня работника культуры наш корреспондент Виктория Саченко узнала о секретах мастерства Анны Левчук. Именно так, зажигательно, энергично, каждый день в стенах Центра молодежного творчества проходят репетиции ансамбля эстрадного танца «Престиж», за 18 лет творческой деятельности которого его педагог Анна Левчук сумела создать отличный коллектив и организовать работу профессионалов. Благодаря кропотливой и старательной работе Анны Михайловны, семь лет назад ансамбль эстрадного танца «Престиж» получил звание «Образцовый». Международный фестиваль «Звезды осени» и «Улыбки моря», республиканский конкурс «Хореографическое творчество», «Смотр-конкурс детского творчества «Здравствуй, мир»» – это малая часть творческих путешествий престижевцев. В копилке наград и достижений не один гран-при. Победы, лидерство – как достигаются такие вершины? Железный характер, трудолюбие, желание быть кем-то. Только вот за счет вот этой силы воли можно достичь каких-то результатов, потому что не каждый человек может упасть и подняться. У меня таких падений было несколько, и это было достаточно сложно. Это был период очень тяжелой в моей жизни, но я сумела подняться, я сумела встать, я сумела доказать. Наверное, вы знаете, вот это доказать не кому-то, а доказать самой себе, что да, я в этой жизни не просто родилась. Вы знаете, я своего ребенка так и воспитываю. В этой жизни, если ты родился, ты должен достичь каких-то определенных результатов. Быть просто обычным человеком – это может каждый, а достичь каких-либо результатов – это может не каждый. Поэтому стремление, терпение, желание. Огромное желание и постоянное трудолюбие для Анны Левчук – не просто красивые слова, это ее личная формула успеха. На занятиях хореографа, несмотря на то, что специфика деятельности предполагает детский шум и громкую музыку, царит тишина. Слышен только ее спокойный, но властный голос. Строгая, требовательная, но справедливая. Она прививает девочкам любовь к танцу и учит их быть женственными и сильными, хрупкими и выносливыми, как на сцене, так и в жизни. Не зря говорят, что если найти дело по душе, не придется работать ни одного дня в своей жизни. Эта фраза, как нельзя кстати, характеризует героиню нашего сюжета. Она считает себя абсолютно счастливым человеком, а работа для нее – это хобби, отдых, это смысл жизни. Возможно, именно поэтому за 18 лет жизни ансамбля «Престиж» под руководством леди с железным характером он шагнул далеко вперед, оставив неизменным желание всего коллектива жить с танцем и чувствовать себя в движении. Актерское мастерство, яркие танцевальные образы и запоминающиеся костюмы – все это гармонично отражается во всех номерах хореографического коллектива «Престиж». Дружная команда ансамбля называет себя одной большой семьей. Здесь все работают в унисон, всегда помогая друг другу. Но дисциплина прежде всего. Она дипломат. Она дипломат во всем. То есть грубого слова там какого-то, вы никогда в жизни от нее не услышите, она все делает очень тонко, четко и грамотно. Вся работа коллектива выстроена именно на дисциплине. Но дисциплина достигается не за счет криков, а за счет именно подачи педагога, правильного воспитания и заинтересованности каждого ребенка в том, что он делает на занятиях. А на занятиях всегда море улыбок, и у каждой юной танцовщицы прекрасное настроение. Девочки любят своего учителя за справедливость и снисходительность, требовательность и понимание. Каждую репетицию всегда ждут с нетерпением. Мне очень нравится Махалла. Все, что она знает, она хотела и хочет передать всем учащимся этого ансамбля. Я думаю, что с Анной Михайловной и со всеми учителями мы будем только побеждать. Она добрая, красивая. Она исправит все наши ошибки. Для нее все это светит солнце, и она всегда такая красивая. Если что-то будет не так, она поправит, всегда поддержит. Мой преподаватель добрый, он всегда поможет, он может потянуть, он, если даже у тебя не получается, он будет дополнительно с тобой заниматься. Творческая деятельность коллектива под четким руководством Анна Левчук не только прививает детям любовь к хореографии и культуре танца, но и воспитывает, развивает личность маленькой артистки. В ансамбле каждой юной танцовщицы у руководителя особое отношение, свой подход. Она, бесспорно, мастер своего дела, образец для подражания, профессиональный наставник и просто хороший человек. Пополнение копилки достижений благодарностью премьер-министра. Анна Левчук вместе со своим коллективом бесспорно покорит еще не одну вершину. Однако для руководителя образцового ансамбля «Престиж» важнее всяких наград была и остается оценка зрителя. Виктория Саченко, Андрей Щерба, Антон Луговкин специально для итоговой программы. Выходные дни ознаменовались для областного центра чередой праздников. 9 октября традиционно принимают поздравления люди душой и сердцем, прикипевшие к своему непростому и очень ответственному делу, преданные нелегкой профессии почтовика. Дата торжества была выбрана не случайно. Именно 9 октября, чуть больше 100 лет назад, был образован Всемирный почтовый союз. Сегодня статистика этого ведомства утверждает. Говорит Международная почта на 6800 языках своих клиентов. Она дает возможность надежно, эффективно и экономично перевозить товары, письма и передавать мысли близких людей на различные расстояния. О том, с каким настроением и планами на будущее встречают бреские почтовики свой профессиональный праздник, подробнее в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. С интернетом, конечно, хорошо, но без почты плохо, говорит, перефразировав знаменитое стихотворение Самуила Маршака, заместитель директора брестского филиала РУ Белпочта Ирина Кондратюк. Многое поменялось за годы существования структуры. Расширился перечень услуг, а вместе с ним повысились и требования к сотрудникам. Однако неизменным осталось главное – особое отношение к своей работе и клиентам. Сегодня Ирина Васильевна – мудрый наставник для своих коллег. За ее плечами трудовой путь длиной в более чем два десятка лет – от обычного почтальона до заместителя директора. Здесь без взаимовыручки, взаимоподдержки, помощи друг другу очень сложно. Есть периоды, когда действительно очень серьезные темпы работы и нужно сделать. Одному это не под силу. И только вместе с коллективом, вместе с твоими коллегами ты преодолеваешь все преграды, все трудности. И действительно, вот плечо коллеги, оно всегда ощущается. Ну поэтому вот очень много наших сотрудников, много у нас ветеранов труда, которые действительно, придя в первый раз, остаются на всю, как я сказала, трудовую деятельность здесь. Современная почта – это большая структура, каждое подразделение которой выполняет свои задачи, реализует целый комплекс услуг. Республиканские и международные отправления, предложения для бизнеса, подписка на печатное издание, недорогая и эффективная доставка товаров из интернет-магазинов, преодолевающие любые расстояния. Особая гордость Брестского филиала – почтовая лавка, где что-то для себя может найти и филателлист со стажем, и заинтересованный в эксклюзивных сувенирах турист. Постоянно идет обновление материально-технической базы, а весь процесс работы становится компьютеризированным и открытым для глаз обывателя. Все эти достижения были продемонстрированы журналистам в рамках пресс-тура, состоявшегося в преддверии профессионального праздника. К 9 октября, это действительно каждый год, к Всемирному дню почты мы анализируем, что нам удалось сделать на протяжении предыдущего периода времени, как мы улучшили качество своих услуг, какие новые услуги мы внедрили, как эти услуги были приняты нашим населением, нашими корпоративными клиентами, что удалось, что стало положительным. Вот возникла необходимость проследить простую корреспонденцию. Очень много поступает вопросов с людей, когда внедрена была система слежения зарегистрируемой почтовой отправления, население захотело большего. А почему мы не видим, где наше простое письмо, да, как его путь прохождения? Мы внедрили вот уже слежение и за простым порядком, в виде вот этой услуги первый класс. Наши работники постоянно общаются с людьми, предлагая им услуги, стараясь обеспечить доставку их почтовых отправлений, сообщений каких-то в указанные сроки. Наши почтальоны, работая на своих доставочных участках, часто общаются, постоянно общаются с людьми. Это пожилые люди, которым мы доставляем пенсии. Это наши постоянные клиенты, которым мы доставляем печатные средства массовой информации, посылки, почтовые карточки, открытки. Быстрота, надежность, доступность. Трудовое кредо, которому стараются соответствовать сотрудники большой и очень разветвленной сети, под простым и давно знакомым каждому названием – почта. Время не стоит на месте, и тот, кто хочет быть впереди, всегда нацелен на самосовершенствование. Так происходит и с почтовой системой. Расширяется перечень услуг, сокращаются сроки доставки писем и отправлений. И если кому-то и кажется, что многие предложения уже не актуальны, то этот миф может с легкостью развеять простая экскурсия на предприятие. Свой профессиональный праздник сотрудники почты встречают на рабочем посту. Для того, чтобы в любом мегаполисе или небольшой деревушке до каждого клиента дошли долгожданные письма, срочные телеграммы, газеты и журналы. Бои по правилам. Брестская «Вертикаль» вышла на городскую спартакиаду «Вертикаль». В очередной раз в областном центре прошли традиционные соревнования среди команд администрации и местного исполнительного комитета. Целый день на площадках средней школы номер один проходили напряженные поединки, которые помогли определить самых спортивных чиновников, которые уже 29 октября представят Брест на областном этапе стартов. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Торжественное открытие стало яркой страницей в летописи истории очередных соревнований среди работников, исполнителей и распорядительных органов. Лучшие представители районных администраций и структуры Брестского горосполкома на площадках средней школы номер один соревновались за звание самых ловких и метких, самых выносливых и спортивных чиновников областного центра. Брест зачастую называют спортивной столицей нашей республики. Это объективно, потому что те уникальные спортивные сооружения, которые есть в нашем городе, они на самом деле не имеют аналога в других городах. И логично, что чиновник города Бреста тоже должен быть спортивным чиновником и имея такой статус спортивной столицы. Вот почему мы придаем большое значение организации данной вертикали, потому что спортивный чиновник – это чиновник, нацеленный на успех, на решение задач. Это чиновник, который пропагандирует здоровый образ жизни. Председатель Брестского горосполкома на традиционных соревнованиях не гость, а полноправный участник. Уже не один год Александр Рогачук представляет команду исполкома в таком виде спорта, как бильярд. Эти соревнования состоялись накануне вечером. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу мэр города рассказал о своем увлечении и поделился секретом успешной игры. Это оптимальный вид спорта для нормального мужчины, который хочет тренировать и глазомер, и который хочет активно двигаться, потому что вокруг бильярда за игру проходишь несколько километров. Это очень хороший и интересный вид спорта. Он вид спорта и на логику, и на удар, и на точность, на меткость. То есть это оптимальный вид спорта. Скажу так, что это моя любовь. Удача в очередной раз оказалась на стороне Брестского мэра. Кубок победителя этих стартов останется в стенах горы с полкома. А через считанные минуты после торжественного открытия на других площадках средней школы номер один борьба только начиналась. И шла она за каждое очко, за каждый мяч. Программа спортивного праздника состояла из большого количества испытаний. Мы исходим из положения областной спартакиады. Можно сказать, что это первый этап подготовки команды Брестского города к областной вертикали, которая пройдет 29 числа. В этом году она будет проходить также на территории города Бреста. Поэтому сейчас мы находим лучших из лучших для того, чтобы сокомпликновать нашу команду, которая бы достойно представила город Брест на областной спартакиаде. Традиционная спартакиада «Вертикаль» проводится с целью повышения эффективности физкультурно-здоровительной и спортивно-массовой работы в органах управления, при общении работников госаппарата к здоровому образу жизни. Соревнования помогают сплотить большой коллектив, учат работать команды. Здесь нет главных и второстепенных игроков. Каждый имеет свои обязанности, грамотное исполнение которых приводит к высокому общему результату. Для меня лично это, во-первых, отдых от профессиональной деятельности, во-вторых, все-таки такие соревнования способствуют здоровому образу жизни, в том числе и пропаганде здорового образа жизни. Ну, а в-третьих, это просто хороший накал страстей, спортивный дух, возможность посоревноваться. Во-первых, стимулирует больше работоспособности, так как поддержание здорового образа жизни, занятие спортом, оно всегда способствует тому, что человек, придя на работу, больше сделает, ну и, соответственно, коэффициент полезного действия увеличится многократно. Лучшая спортивная дружина будет определена по итогу всех испытаний, а самые спортивные чиновники областного центра войдут в команду, которая представит город Брест на региональных соревнованиях. Анастасия Ноздрин, Плотницк, Андрей Щерба, Антон Луговкин специально для итоговой программы. Ну вот и все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов, так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. В выходные ненастная и прохладная погода не изменится. Ее продолжит формировать южный циклон, смещающийся с Балканского полуострова. В воскресенье 9 октября в Бресте будет пасмурно, облачно, но осадка в синоптике не прогнозируют. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха в ночные часы составит 5-7 градусов тепла, днем воздух прогреется до 11 градусов. Существенных изменений в погодных условиях не принесет и понедельник. По-прежнему будет сыро, пасмурно и промозгло-холодно. В Бресте в течение дня пройдут дожди различной интенсивности. Северный ветер придаст погоде еще больше неуютности. Не более 8 градусов, пока еще со знаком плюс, прогнозируют синоптики в ночные часы и не более 9 днем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин